Новый чек, юшка, вареньки с печеным картофелем и уха губернаторская. Только появилось в меню, а уже пользуются спросом. Губернаторская уха – обращение к истории города. Это сейчас ее ингредиенты – деликатес, а раньше были привычны. Строганина нельма и осетра не варится, а заливается кипящим бульоном. У нас бульон из местных речных рыб. Такой навар. Мы хотели создать вкус ухи у костра. У нас там даже мы березовое полено поджигаем, макунаем, чтобы все это передать. Костровой колорит придает и картофельная зола. В губернаторской ухе подается ремесленный хлеб с карамельным сливочным маслом и черной икрой. Новинка в меню появилась к 10-му юбилейному гастрофестивалю «Уха-царица». Такие находки нередко становятся топовыми блюдами. Сегодня у меня на столе это юшка, специально разработанная к фестивалю 2022. Она настолько полюбилась нашим гостям, что осталась в меню. Судьбу губернаторской ухи уже определит голосование. И, конечно, спрос в течение фестиваля. Но только как мы понимаем, спрос высок. Да, безусловно. Эта уха закончилась у нас в первый день к обеду. Мы вообще не ожидали, конечно, такого ажиотажа. Суп-чаудер, без которого невозможно представить американскую кухню, можно попробовать и в Тобольске. Сочетание, на первый взгляд, несочетаемых продуктов. Красная рыба, картофель, морковь и неожиданно сельдерей. А следом бекон. Он придает немного копчености бульона. И сочетание рыбы и бекона на самом деле очень интересное. И раз он сливочный, естественно, добавляются сливки. Дополняют вкус техасского супа мидии. Сытная похлебка приобщает табеляков к мировой кулинарии. Впрочем, фестиваль «Уха царится» – это не только про еду, но и про хорошее настроение. Поделиться им горожан приглашают в рамках конкурсов. Например, опубликовать на своей странице в соцсетях оригинальный рецепт. Или сочинить частушки про уху да про рыбу. Финальная встреча фестиваля 2 сентября будет также полна конкурсами. Мы приглашаем всех людей с рыбными фамилиями. У нас же есть Ершовы, Рыбьяковы, Карасевы, Карповы. Так вот, всех их собираем на нашем фестивале и проведем среди них быстрый лотерейный розыгрыш. Подарим какой-нибудь большой интересный приз и назовем это все розыгрышем имени Петра Павловича Ершова. Отведать разные вариации на тему рыбного супа можно еще целую неделю в 17 ресторанах и кафе города. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.